Всем привет! В эфире программа Афиша и я ее ведущая Екатерина Белугина. Зима уже на пороге, а это значит, что вереница незабываемых мероприятий захлестнет нас с головой. Каждый сможет себя проявить в культурных, спортивных или общественно полезных делах. А что выберете вы? Посмотрим. Пока я расскажу вам о главных событиях этой недели. Донорство – это тихий подвиг во имя других. Многие люди нуждаются в помощи, и зачастую именно переливание крови может спасти им жизнь. РЭУ не остается равнодушным к судьбам других людей, и 3 декабря проводит очередной день донора. Подробнее о том, как принять участие в данном мероприятии, расскажет Анастасия Рябчикова. Всем привет! А знаете ли вы, что только в Москве около тысячи пациентов ежедневно нуждаются в переливании крови? Именно поэтому расширение донорской практики так необходимо. Студенты нашего университета каждый год проводят день донора. В этом году он состоится 3 декабря. Все желающие смогут прийти в третий корпус, 305, 306, 307 аудитории с 9.30 до 13.30 и сдать кровь, которая впоследствии поможет спасти жизни. Процедуры будут проводиться профессиональными врачами, именно поэтому состояние своего здоровья можно не переживать. А для того, чтобы стать донором, необходимо быть гражданином Российской Федерации, быть старше 18 лет, весить более 50 килограммов, ну а также не иметь противопоказаний к донорству. Каждого участника после процедуры ждут сладкое вознаграждение и подарок. Именно тебе, уважаемый Плехановец, предоставлена уникальная возможность сделать добро. Не упусти ее. К счастью, в наши дни многие неравнодушны к спорту, ведь это прекрасный способ провести свое свободное время. В нашем университете проходит огромное количество подобных мероприятий. И об одном из них, завершающем туре первенства Рео по свободной пирамиде, который состоится 2 декабря, расскажет доцент кафедры физического воспитания Александр Викторович Титовский. Добрый день, дорогие любители спорта. 2 декабря в Бильярдном Клубе Рео состоится седьмой тур первенства по свободной пирамиде среди преподавателей, студентов и сотрудников нашего университета. Хотелось бы отметить, что организатором является кафедра физического воспитания номер один. Этот проект с небольшой группой энтузиастов мы организовали два года назад, и он сейчас все большим и большим вниманием пользуется у сотрудников, студентов и преподавателей нашего вуза. Хотелось бы отметить, что седьмой тур, который состоится 2 декабря в нашем Бильярдном Клубе, будет характеризоваться борьбой двух лидеров, которые на протяжении первенства всего года проявили себя с наилучшей стороны. Будут соревноваться Клочков Степан, магистрант первого курса факультета АИБС, и Влад Ким, магистрант первого курса факультета бизнеса. Хотелось бы отметить, что оба студента и оба спортсмена являются очень высокими мастерами в бильярдном спорте. Ну и естественно, что их встреча будет украшением нашего турнира и нашего седьмого тура, потому что они всегда разыгрывают, встречи до последнего шара из пяти партий. Всех ждем в бильярдном клубе 2 декабря. Турнир состоится с 10 до 20 часов. Приходите, станьте свидетелями красивой, яркой и интересной игры в нашем бильярдном клубе. Наши студенты талантливы во всем, и это бесспорно. Многие из них всерьез увлекаются информационными технологиями, и бизнес-инкубатор Рео уже спешит порадовать всех новым конкурсом в сфере IT. Подробнее обо всех деталях данного мероприятия услышим от его директора Руслана Мамедова. Здравствуйте, дорогие студенты. В бизнес-инкубаторе нашего университета накоплен значительный опыт развития предпринимательских проектов. Команды, получившие нашу поддержку, финансово самостоятельные, неплохо зарабатывают и привлекают новые инвестиции. У каждого из вас есть шанс проявить свои предпринимательские способности, получить нашу поддержку и развивать свой бизнес. Мы запустили конкурс IT-проектов. Мы ищем новые решения в области программных продуктов, электронной коммерции, геолокационных сервисов, мобильных приложений и многого другого. У каждого из вас есть шанс поучаствовать в этом конкурсе со своей идеей. Мы принимаем заявки до 14 декабря, подберем 10 лучших, и кто-то один получит инвестиции в 30 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Удачи! А я напоминаю, что в эфире программа «Афиша» и я, ее ведущая, Екатерина Белугина. Наконец, пришло время для наших любимых постоянных рубрик. И для начала я предлагаю вам узнать новости выставочной жизни столицы. Обо всех самых интересных экспозициях этой недели расскажет Дмитрий Ангорин. Ему слово. Привет, плехановцы! Самые удивительные выставки для вас. С 4 по 5 декабря в Конгрессном выставочном центре «Сокольники» пройдет выставка «Вэйп Экспо-2015». Это масштабный проект, который объединит производителей и дистрибьюторов электронных антитабачных ингаляторов, а также всех тех, кого интересует их продукция и услуги. В рамках мероприятия будут представлены шоу, мастер-классы, а также различные конкурсы с многочисленными призами и многое другое. А с 4 по 20 декабря в Музее Востока пройдет выставка «Прекрасные лица». Экспозицию составят портреты индийцев, взрослых и детей. Улыбающиеся лица, добрые глаза, яркие национальные косюмы худорница Ольга Конорова видит в этих людях сплоченную нацию, обладающую богатой культурой и удивительной духовностью. На этом у меня все. Пусть ваш засуг будет ярким. До следующей недели. Мы продолжаем знакомить вас с культурными новостями жизни Москвы и на очереди в театре. Обо всех самых ожидаемых постановках этой недели от Екатерины Аннаприенко. Слушайте и запоминайте. Привет, плехановцы! 3 декабря в театре имени Антона Павловича Чехова пройдет спектакль номер 13D. Ироничная сатира в новом прочтении. Знаменитая комедия, которая несколько лет не сходила с афиш, снова на сцене МХАТ имени Чехова. Возродить спектакль решился Владимир Машков. Номер 13D – это не просто гостиничный номер, за событием в котором наблюдают зрители. Ироничная сатира на знакомую всему миру историю. Влиятельный политик и его секретарша. 4 декабря театр нации представляет вашему вниманию спектакль «Фрэк-эн-Жулей». Театр перенесет вас в таинство самого странного летнего времени – ночи на Ивана Купала. В эту ночь может случиться все, что угодно. Например, между графиней и лакеем разыграется любовь. Не случится, не вспыхнет, а именно разыграется. Ведь на самом деле между ними нет никаких чувств. Есть лишь желание убежать и вкусить новой жизни, но этому чувству не суждено сбыться. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в зрительном зале. Мир кино не перестает удивлять нас огромным количеством кинопремьер. И о том, какие из них действительно стоит посмотреть на этой неделе, расскажет Родион Винник. Всем привет! Вы готовы услышать о самых свежих новинках кино, которые ждут вас уже на этой неделе? Тогда начнем! Все мы когда-то слышали историю о гигантском белом ките – убийце китобоев, известному как Моби Дик. Рон Ховард, режиссер фильма «Сердце моря», постарается передать зрителю всю зрелищность противостояния между моряками и морским существом. В 1819 году американский корабль «Эссекс» с экипажем на борту из 20 человек отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Осенью 1820 года успешная на протяжении полутора лет охота была прервана атакой гигантского кашалота на судно, в результате чего морякам пришлось пересесть в шлюпки. В течение трех с лишним месяцев они вынуждены были бороться за выживание посреди океана. Продолжение следует... Мы были на грани безумия, как будто стали призраками, фантомами. Вера превратилась в сомнение. Надежда в суеверии. Аплодисменти Трагедия Эссекса Это история о людях И демоне Также на экраны страны Выходит триллер-биография «Шпионский мост» известного режиссера Стивена Спилберга Действие фильма разворачивается На фоне серии исторических событий И рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване Который оказывается в эпицентре холодной войны Когда ЦРУ отправляет его На практически невыполнимое задание Договорится об освобождении Захваченного в СССР Американского пилота-самолета-разведчика Ю-2 Мы ведем войну Но пока на этой войне Не задействованы войска Наше главное оружие – информация Произошло нечто важное Мы схватили советского шпиона Вы будете его адвокатом Я страховой юрист И давно не занимаюсь уголовными делами Не многих шпионов вы защищали Для нас обоих это первый опыт Будьте осторожны Люди боятся этого человека Он угроза для нас всех Как будут смотреть на семью того, Кто пытается освободить предателя? Каждый имеет право на защиту Каждый человек важен С этого момента вы не называете У-2 самолетом-разведчика Вы будете вести аэрофотосъемку Советской территории Что случилось? Советы схватили нашего пилота-разведчика Который слишком много знает А у нас их шпион Мы хотим, чтобы переговоры об обмене вели вы, а не официальные лица Вы можете предотвратить ядерную войну с Советским Союзом Я говорю о безопасности нашей страны Где они хотят провести переговоры? В Восточном Берлине Скажи, что тебе ничего не угрожает Дай мне хоть какую-то надежду Я делаю это ради нас Есть несколько способов попасть в Восточный Берлин Нормы права там не всегда соблюдаются Старайтесь не общаться с людьми Вы там чужак Договариваться будем мы, раз наше правительство не могут Гражданина Америки там запросто могут задержать Не приближайтесь к стене Или вас застрелят Есть много людей, которые не хотят, чтобы этот обмен Когда-нибудь состоялся Мы его не бросим Кажется, все стало рушиться Обязательно будут последствия Как для твоей страны, так и для твоей семьи Это должен быть именно обмен На этом у меня все Смотрите кино, любите кино Отдохнуть после трудовой недели и перевести дух мечтает каждый студент И лучше всего это получится, посещая различные вечеринки и концерты А Анна Петрова уже подготовила список самых зажигательных из них Всем привет! Самое жаркое мероприятие начала зимы – квест-пистол-шоу Которое состоится 5 декабря в 19.00 в концертном зале Крокус-Сити-Холл Этот концерт станет полной неожиданностью для любителей хорошей музыки Ребята подготовили невероятное шоу И, конечно же, сумасшедшие танцы Приходите, и вы сами в этом убедитесь А 6 декабря в московский клуб Stadium Life На несколько часов окажется во власти талантливого и обаятельного Макса Коржа Молодой исполнитель и его команда передадут невероятную атмосферу ваших любимых хитов Приходите и почувствуйте настоящий праздник А на сегодня все! Всегда помните, то, каким будет досуг, зависит только от вас До скорых встреч! Каждый студент наверняка не раз задумывался о работе Но ее поиск отнимает слишком много времени и сил Наша ведущая Дарья Горбатова упростила вашу задачу И уже готова поделиться с вами самыми выгодными предложениями этой недели Привет, клихановцы! Ищите работу, но не можете найти? Тогда слушайте внимательно, есть несколько вакансий Компания Атлант ищет пеших курьеров Вы должны быть ответственны и пунктуальны Вашей обязанностью будет доставка различного спортивного и туристического инвентаря по разным адресам Москвы График работы 3 через 3 или 2 через 2 дня Заработная плата составит 35 тысяч рублей Еще одну вакансию предлагает компания Леон Вам предоставляется возможность стать хостесом в ресторане Вы будете координировать и встречать гостей В свою очередь компания предоставляет вам достойную заработную плату Премиальное, а также бесплатное питание На этом у меня все Удачи вам в выборе вашей карьеры Самосовершенствоваться никогда не поздно Посещая семинары можно узнать много нового, а также секреты успеха известных людей Ирина Кирыжаева спешит сообщить вам о самых стоящих профильных мероприятиях недели Всем привет! 2 декабря вы сможете посетить семинар «Маркетинг-продаж» Как с наименьшими затратами достичь максимального возможного результата Программа данного семинара позволит реализовать наиболее эффективные и недорогие инструменты маркетинга-продаж 5 декабря советую всем посетить интенсивный курс «Ораторское мастерство» В результате вы забудете о боязни выступления перед публикой И усилите все навыки, необходимые талантливому оратору А на этом у меня все Развивайтесь, посещайте тренинги и семинары До новых встреч! Участие в конкурсах дарит вам не только возможность получить ценные призы, но и реализовать все свои идеи Ольга Карпенко в курсе тех мероприятий, на которые действительно стоит обратить внимание Всем привет! Объявлен конкурс «Экологических плакатов нет вредным выбросам автомобилей» Цель – напомнить людям о негативном влиянии машин на окружающую среду Участникам необходимо создать при помощи любых программ и в любой форме плакат на заявленную тему А затем отправить его на электронный адрес Победители получат денежные и другие ценные призы Успейте сделать это до 23 декабря А всем тем, кто любит создавать что-то новое, наверняка будет интересен Открытый творческий конкурс на дизайн талисмана 5-го Красноярского международного музыкального фестиваля Стран-Азиата Тихоокеанского региона Главная задача – создать оригинальный и неповторимый талисман, симфолизирующий музыкальный фестиваль Победители получат денежные и другие ценные призы Успейте отправить свои работы на 28 февраля А наш выпуск афишек, к сожалению, подходит к концу С вами была Екатерина Белугина Я желаю вам продуктивной недели и отличного настроения И помните, то, что вы желаете, обязательно осуществиться Стоит лишь только приложить усилия А я желаю вам удачи и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон